Согласно правилам тайского бокса, наносить удары можно любой частью рук и ног. Также разрешено бороться на то, чтобы продемонстрировать свои навыки. Бойцам дается три раунда, каждый из которых длится две минуты три юниоров и три для взрослых спортсменов. Во время поединков судьи обращают внимание на технику, точность и силу ударов. Поскольку бить можно куда угодно, кроме паха, участники соревнований выступают в защитной амуниции. Это, пожалуй, одно из немногих отличий от старинных правил тайского бокса. Сами спортсмены говорят, чтобы победить, нужно выходить на ринг с особым настроем. Тогда и удары ощущаются не так сильно. Тренер настраивает. Как бы сам себя, ты должен сам себя настроить, выйти. Ты должен преодолеть вот это вот. Конечно, неприятно, когда в нос попадают или в глаз. Вот это самое неприятное. Для нашего края тайский бокс – достаточно молодой вид спорта. Активно его развивать начали шесть лет назад. Тем не менее, красноярцы в мастерстве не уступают представителям других регионов. Наши бойцы регулярно ездят обучаться на родину экзотического единоборства в Таиланд. Туда ездит сейчас практически весь мир. И все боевые единоборства, ориентированные на ударную технику, ездят получать, так сказать, знания технические. Только в Таиланде в основном. И в Голландии, но лучше в Таиланде. В соревнования всероссийского уровня Красноярск принимает впервые. В боях участвуют как юниоры, так и взрослые спортсмены. Занявшие призовые места смогут выступить на чемпионате страны. В июле будет проходить чемпионат России в Москве. Там будет сформирована другая, аженовая сборная. И часть сборной будет, ну, первые или там вторые номера уже определено будет тренерским советом. Будет отбираться на чемпионате Европы в Хорватии в октябре. И Кубок мира будет в Казани в этом году у нас. Являются этапами отборочными всемирным играм по неолимпийским видам спорта. Они будут проходить, прошлое проходили в Колумбии. Нынешние вот в следующем году, в семнадцатом будут проходить и в Польше. Тайский бокс впервые включили в список всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Кто из красноярцев получит шанс поехать на столь престижные состязания, станет ясно 24 апреля, когда пройдут финальные поединки. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин. Новости.